привет я приехал гараж для того чтобы собрать снасти и отправиться на рыбалку поедем сегодня на одну из горных рек краснодарского края будем ловить хищника ну а раз уж мы оказались гараже давай покажем какие снасти я буду сегодня использовать на эту рыбалку я поеду с виталиком собирались мы конечно сплавляться по реке я хотел использовать каяк виталик пвх лодку но временем мы ограничены едем только на вечерку поэтому рыбалка будет пешая нам понадобится рюкзак флюр 052 соответственно инструмент очки катушка в размере 2 500 с 08 шнуром 4000 катушка с полторашкой коробка с резиной зим н буду использовать сегодня только ее не буду заморачиваться также коробка с металлическими приманками и воблерами на головля и жереха и еще одна коробочка с крючками и необходимым грузом груз в районе 6 10 грамм ну и конечно же весы с перчатками я тоже возьму две палки буду использовать это райзер 8 35 и эти топ-2 от бриден это будет с 2 500 это с 4000 катушкой в общем то вот такие вот сборы все очень компактно все необходимое для этой рыбалки поместится в одном рюкзаке напомню еще раз рыбалка будет пешая а эта малышка пока скучает и ждет своего выезда несмотря на то что на улице 36 градусов я думаю что здесь будет не жарко тянет деревьев плюс ветерок сделают свое положительное дело впереди на машине едет виталик он на правах встречающей стороны и также местного жителя покажет нам сегодня все самые интересные места на реке псикупс ходить много будем сегодня нет немного а ловить много а каяк так и лежит машине но ничего как-нибудь и на нем выедем так веталь говорит брать палку такую помощнее и катушку 4000 все собираюсь и выдвигаюсь ловить рыб да это я который взял одну коробку с зименом и виталик который несет два рюкзака с силиконом начались вот эти наши любимые козьи тропы с палками в руках но ты знаешь еще лес такой здесь позволяет да довольно метра полтора докуда покажи то есть наш рост практически сейчас обалдеть прибыли мы на нашу точку лова что здесь расскажи глубина какая смотри сейчас получается ну то есть если по руслу метра 4 5 наверное да так примерно будем ловить из-под коряг посмотрим что получится тут зацепок очень много самом деле поэтому шнур полторашка да поэтому что полтора сейчас посмотрим если здесь не будет пройдем выше немножко там посмотрим там глубина еще больше порядка девяти метров какого самого большого судака ты ловил здесь 4 200 4 200 мая есть и да я вот так храню это тубы запертипа поводки флюрокарбон вот чем при какой толщины здесь 06 застежка привязывая дома здесь просто оплавляю зажигалкой вот в плане привязывания застежка что там американка стоит обычно американка без вертлюга без ничего вот они привязывания очень удобно то есть вдвойне вот так и флюр петельку сделал приложил 45 оборотов делал и все никогда этот не подводил узел работает идеально быстро быстро то есть не морковку вязать ничего вот ну флюр довольно толстый сейчас медленно и по порядку так чик-чик быстро сделал никто даже не понял то ловкость рук может фокусник застежку опять же да там по зависимости я стандарт потому 20 как бы она просто стандартная обычный клинч узел без всяких придумываний то есть три раза обернул вот то есть поджал примерно там ну вот я больше не делаю ни к чему-то ну 30-35 сантиметров там максимум просто обрезаем зажигалка это вот у меня такая чтоб случае ветра на рыбалке прославляешь чуть-чуть буквально все остыло для чего что плетенка стопорилась получится можно узел вязать когда более тонкий флюр допустим там 02503 я узелок на краю да на краю то есть также подпаливание мошка ну здесь просто петелька сложил вдвое вдвое да да приложил эту петельку 5-6 раз там 45 если толстый ну шнур то в принципе 4 хватает и вот этот свободный конец который я палил вот сюда поджали это все затягивается и все еще и все не на ветру и как хочешь везде вяжется до элементарного еще никаких проблем будем будем тестировать кидаем под саму корягу да получается под это с нее то есть грузиком понимаешь где что происходит да ты прям сильно все так и прячь в резину максимально круто прям запихиваю туда потому что будет меньше обрывов да прям 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 прячь да вот кидаю на корягу сваливаю с нее 23 оборота и если нет реакции да там буквально два-три метра если нет смысла он либо взял да под самой коряжкой я так пристреливаюсь пока то есть по высокой воде значит там все 8 метров 8-9 метров получается есть он чует что ты местный просто а подсак есть или ты рыбу руками берешь красавчик ветра поздравляю 10 грамм 800 он к тебе хочет а это прикормленный я понял это трюковой показательный такой ты отпускаешь он опять верю сейчас ты ему достанешь с кармана знаешь как собакам вкусняшку подкинешь туда все в соплях блин все за приманка это было немного приманка там наподобие такой каркозяблами креатура вот на нее клюнул молодец красавец минус 1 минус 2 капец коробка с зиманом я пустая приедет домой серьезно ну ты чё будешь делать такое 20 немножко ориентируемся виталий говорит надо поменять место уловистое здесь он свою рыбу всю поймал закормленную больше у нас не клюет ты чего ругаешься иди сюда иди сюда давай дружить лучше чего ругаться то зря бобик бобик покажешь нам где рыба пойдем айда не хочет не хочет выдавать рыбных мест бобик ругается защищает территорию свою пару слов про снасти наверное сейчас такого удилища уже нет продажи это компания машер крафт модель называется райзер тест у нее от 8 до 35 грамм и покупал и это удилище около восьми девяти лет назад единственная чуть пробка потрепалась но руки не доходят отдать мастерскую кстати про мастерскую у меня есть товарищ его зовут дима и он отлично чинит снасти и также делает того катушкам контакты если кому нужны пишите комментариях я вам отвечу в общем палка покупалась мной как универсал чтобы и джиговать и воблера тягать сейчас вот здесь стоит четырехтысячная катушка и шнур 1.2 6 грамм конечно только по провису но вот 10 грамм вполне себе чувствую в руку добрый вечер корова вот так боку так на чем я становился 10 грамм в руку прекрасно отрабатывает даже на таком толстом шнуре здесь практически отсутствует сейчас течение и глубина больше восьми метров это факт вот в этом месте потому что 10 грамм очень долго опускается единственное что мне виталик посоветовал он человек опытный он даже проработал не один год в рыболовных скажем так магазинах и он мне посоветовал возможно поменять вот эти три кольца так как они довольно крупноваты и тяжелые соответственно если поставить более легкие кольца он говорит ты увидишь что палка заживет второй новой жизнью и ты влюбишься в нее снова хотя она меня устраивает и так в общем надо починить пробку поменять кольца и продолжать наслаждаться этим инструментом если у кого-то из вас есть такой же спиннинг напишите об этом в комментарии или опыт его использования рыба пока не ловится у меня я здесь просто на экскурсии как оператор виталику ушел далеко далеко пробует поймать ее там уровень воды сейчас низкий и на улице не жарко мы находимся в тени и при не знаю сейчас наверное уже не 36 а 33 градуса но чувствуешь себя здесь довольно комфортно так что рыбалка на горных речках наверное представлялась вам несколько другой да вы думали будет такое течение камни перекаты и я буду пытаться поймать форель на колебалке но это горная речка она находится в 50 километрах от краснодара и рыбалка на ней выглядит таким образом кстати начался со своим товарищем рамазан привет он живет неподалеку от мостовской станицы он неплохо там ловит сейчас головля может быть время будет и на следующие выходные я поеду к нему с ночевкой на пару дней я был там крайне раз три года назад почему бы нет но точно не хочется в жару сейчас где-то на лодке стоять под солнцем или прятаться под своим зонтиком коровы уже идут домой виталик тоже возвращается наверно будем опять менять место дислокации ну ничего погуляем полезно иногда походить пешком неплохо хорошо я только что сейчас об этом говорил что хотя на улице там 30 градусов да а ты стоишь здесь комфортно ну в принципе интересно это конечно не какая-то горная река с быстрым течением и галичными берегами но все равно нет я тебе говорил до водохранилища то есть это река имела горный характер таком году 76 построили водохранилище и до того времени но получается подпорный уровень за счет водохранилища стала так подниматься и все за счет подпорного уровня и все а была она была в принципе на текущая река перекаты были пороги были только там чуть выше они сейчас есть когда вода сильно упала то есть там глубины по коленку мы на лодке ходили там глубина по лоту показывала полметра вообще мы проходили вот так вот барбосики ну пропустите рыбачков едем дальше ловить крупных рыб ну или мелких я бы хотя бы одну поймать до начала потом уже губу раскатывать соседи будут береговики посмотрим как раз что тут с мирной рыбой как она сейчас в это время года минус много и и и и ладно значит так надо не бывает чтобы с одного кармана убывала в другой не прибывала я тащу рыбу а какой смотри опа ну где-то 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 опа на а вы говорите дима ловить не умеет умеет то что надо то и ловит а блин опять представь тут что-то вот ну ветка я вот ее дын 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 что ж должно такое прийти раз столько приманок ушло поплавок не считается поплавок не считается тут одним поплавком не откупится речка наверное будет вот такой судак очередная смена места у нас ходим ой не то чтобы много но ходить приходится желательно конечно обувь иметь не шлепки давай дим палку возьму сказал Виталик с двумя чемоданами давай говорит палку возьми так сейчас придется наверное что-то типа бежать выглядит место вообще шикарно коряжник такой поворот яма здесь в повороте находится прям очень очень антуражно так если б я был судаком господи ты не знаешь что я зацепился если б я был судаком я бы подплыл сейчас приманку достал просто и все и уплыл бы обратно но к сожалению я не знаю почему я овсетник прячу прямо в тело это потому что он знает куда кидать просто мне говорит кидай вправо да сам кидает влево как лагеря рыбалка везде хуже рыбалка становится в той же Астрахани везде в это с каждым годом серьезно не только местного масштаба реки но и крупные реки если если так вникать в эту тему ну экологии да то там все не очень хорошо что-то из-за каких-то коммерческих соображений там сбросы в определенное время там не открывают или не в том объеме да где-то действительно сливы того чего не нужно было бы сливать во все эти водоемы да начиная от минимального это какие-то канашки которые врезаются да сливаются базы отдыха бассейны свои сливают везде ну вот у нас допустим здесь в крае это реальная стопроцентная информация и какие-то производства от них представь да какая гадость попадает а так когда я приобщался к рыбалке мне было 6 лет я с дедом ездил еще на велосипеде он меня возил к раме привязывал удочки потом полотенца сверху ну не полотенца а плед и я сидел у меня такая широкая была получается там и удочки еще эти катушки такие невские такие здоровые ловишь рыбу на червя нет нет судак влетает также на червяка на попловок ловился рыбы было просто немерено это вот в Приморско-Ахтарске я рос там было столько этой рыбы были бы ну не нет снасти были тогда вот если взять так тот же Кузьмин да он же ловил в те годы уже джигом в 90-й это было неразвито но я думаю они тогда конечно удовольствия получали дикое ну тогда бы, такие снасти и тот, который сейчас присутствует можно было бы головить трофейного давай в конце месяца я приеду сюда возьму каяк ты возьмешь лодку Возьмем палатку, барашку Барашку обязательно И устроим полноценную рыбалку Сегодня я обменял Больше десятка зимена На один поплавок Подарю его сыну и скажу, чтобы берег Давайте, всем пока Мы делаем еще пару забросов Собираем снасть и разъезжаемся по домам Курьер, курьер Курьер с пакетом озона А ну покажите, пожалуйста, что у нас в пакете Продемонстрируйте, пожалуйста В пакете? Приманки силиконовые Вот это друг Вот это друг из темрюка Поехали кофе пить А то я сегодня столько зимы на оторвал Макс меня решил выручить Пристегнись Труп беде не бросит Лишнего не спросит Вот что значит Настоящий верный друг Друг беде не бросит Лишнего не спросит Вот что значит Настоящий верный друг